Здравы будьте! Сегодня мы будем разбирать миф, как обычно, из книги Каледы, который называется «Рождение Перона». Из эпохи Стрельца мы переходим в эпоху Скорпиона, то есть к мифам, связанным с этой эпохи. Знак Скорпиона раскрывает нам мистерию жизни и смерти, мистерию победы жизни над смертью, прежде всего, мистерию бессмертия. Что это значит? О какой смерти здесь идет речь? Здесь идет речь, конечно, о смерти духовной и победе над ней, когда человек побеждает змея, захватившего его душу. Именно в эпоху Скорпиона рождается бог Перон, Сварожич, очень мощный, который вступает в борьбу со зверем-скипером. Мистерия знака Скорпиона – это мистерия астрального воина, очистителя собственной и коллективной кармы, мистерия мага-очистителя. Именно он сражается со злом коллективным, а для этого, поверьте, нужна огромная духовная сила. Знак Скорпиона – это выход из замкнутого материального времени, во время вечное. И такое возможно именно после сражения победы над змеем. Это и выход в райское состояние. Именно поэтому Черная Луна экзальтирует знаки Скорпиона в астрологической традиции, ибо здесь есть возможность вырваться из колец этого самого змея. Поэтому зло собирается в этом месте все свои силы, чтобы не допустить этого. Именно в такое время рождается Сварожич Перон, сын Сварога, Царя Небесного и Лады Матушки. Именно Перону выпадает судьба сродиться с коллективным злом и очистить не просто свою душу, а коллективное поле человечества, сродиться именно со зверем. Это еще и битва с неуправляемой дикой силой стихий и инстинктов. Итак, миф называется «Рождение Перона». Как завязано было Макушью. Как велел сам родитель, сам прощу род. Появился во чреве у Ладушки сын ее и Сварога Небесного. Стало тесно ему в чреве матери. Стал толкаться, он стал проситься на свет. Приговаривала Лада Матушка. Как с горами горы сдвигаются, реки с реками как стекаются, так сходитесь, мои косточки, не пускайте Перуна до времени. Как завязано было Макушью. Как велел сам род родитель, сам прощу род. Протекли так года, протекли века. И пришло урочное время разрешиться Ладе от бремени и Перуну явиться на белый свет. Приговаривала Лада Матушка. Как с горами горы расходятся, реки как растекаются с реками. Раздвигайтесь так, мои косточки. Загремели тут громы на небе, засверкали тучьих молнии. И явился на свет словно молния сын Сварога Перун Громовержец. Царь Небесный Сварог Батюшка рождает через любовь Ладу Сварожича, то есть сына бога Ясуня. Однако в мифе говорится, что такое рождение нескорое. Прошли века, столетия, ведь всему свое время. Чтобы удержать в чреве сына Божьего, еще не готового, чтобы, образно говоря, родиться, Лада читает заговор. Кстати, этот заговор можно взять на вооружение женщинам, чтобы не разрешиться раньше времени от бремени, чтобы не было выкидышей. Для исцеления. Так вот, иначе получилось бы так, как в Зервоницком мифе о рождении двух братьев-близнецов, один из которых поторопился, не дозрел разумом, не родил в себе любовь, но творцом стать захотел первым и в итоге стал, да и им врагом человеческим. А второй брат-близнец появился на свет вовремя, зрелый разумом и родивший любовь Ладу, и стал творцом нашим, царем небесным. Для рождения Сына Божьего, зародившегося от сварога, требуется столетие. Я так понимаю, не одно воплощение в мире земном. Именно поэтому такие души дороги для наших создателей. Ибо родить в себе Сына Божьего, и жив в себе ограниченное время, пройдя все уроки земные, приобретя прививку от ловушек, это действительно огромный душевный и духовный труд. И над этим стоит задуматься. Но все-таки Перун рождается на слабу своим божественным родителям. Как родился Перун, во весь голос вскричал, и от глаза Перуна Могучего на земле стали горы рушиться, зашатались леса, расплескались паря, мать сыра земля всколебалась. Взял тогда сварог тяжкий молот свой, тяжкий молот свой, да во сто пудов, стал Перуна баюкать молотом. Баю-бай, Перун могучий, вырастешь большой, женишься на диве до доли, победишь зверя-скипера. Убаюкал Перуна, заснул Перун, и три года спал беспробудно. Как проснулся, вновь закричал Перун, и опять стали горы рушиться, и ломаться дубы столетние. Взял тогда сварог тяжкий молот свой, тяжкий молот свой, да во двести пудов, стал Перуна баюкать молотом. Баю-бай, Перун могучий, вырастешь большой, женишься на диве до доли, победишь зверя-скипера. Убаюкал Перуна, заснул Перун, и три года спал беспробудно. Как проснулся он, закричал опять, и опять стали горы рушиться, и ломаться дубы столетние. Взял тогда сварог снова молот свой, тяжкий молот, да во триста пудов, стал Перуна баюкать молотом. Баю-бай, Перун могучий, вырастешь большой, женишься на диве до доли, победишь зверя-скипера. Убаюкал Перуна, заснул Перун, и три года спал беспробудно. Как проснулся Перун, его бог Сварог сам отнес небесную кузницу. Он раздул меха и разжег огонь, и призвал на помощь Сварожича. И тогда Сварог со Сварожичем закалять стали тело Перунова. Раскалили его на огне до бела, и обхаживать начали молотом. И как только его закалили они, встал Перун на ноги булатные и сказал Сварогу небесному, дай мне палицу стопудовую, и коням не дай, чтоб подстать был мне. Засверкали тогда в тучах молний, громы на небе загремели. Батюшка Сварог баюкает разбушевавшегося младенца Перуна своим молотом три раза. Причем каждый раз он использует все больше молот, что означают все эти символы. Перун только что родился, в нем много неуправляемой стихийной силы, с которой он не может совладать. И его отец успокаивает своим молотом и рассказывает ему его главное предназначение. Вы заметили? Именно младенцу, именно когда он еще находится в молодом возрасте, четко, на ком женишься, то есть какую силу приобретешь, и кого должен победить. Вообще молот Сварога легендарный символ. Согласно мифам, когда Сварог бил по Алатырю, центру мироздания, к своим молотам, то высекал искры, из которых рождалось первое поколение Сварожичей Ясуни, светлых созидающих сил Вселенной. В мифе, который мы рассматриваем сейчас, молот передавал Перуну силу его рода, его предков, и самое главное, спокойствие, такое необходимое качество, сопровождающее рост духовной силы над силой дикой, необузданной. Каждый раз после некого посвящения молотам Перун засыпал и просыпался сильнее настолько, что Сварог брал уже молот потяжелее, то есть проводил следующее посвящение Перуна силой рода уже гораздо большими силами, ибо дитя росло и крепло. Далее Сварог со Сварожичем закаляют Перун огнем, то есть передают ему огненную силу, рода небесного, его предков. Почему именно предков? Это вытекает из того, что после такой закалки Перун встает на булатные ноги, то есть ноги очень сильные, а ноги это символ корней, предков. Таким образом, после еще одного посвящения огнем, Перун получает силу огненных предков и прямую связь с ними, то есть с самими Сварожичами. Далее он просит палец у стопудовый коня по его силам. Это значит, что духовных сил в нем стало после всех этих посвящений в третью часть от того, что передавал ему Сварог. Помните, в последний раз Сварог воюкал Перуна молотом в три стопудов. А задача стояла перед Перуном, по судьбе нелегкая, сразиться с царем подземного царства, со зверем-скипером, то есть даже не с личным змеем, а со злом коллективным. О чем говорит эта часть мифа? Что для того, чтобы быть готовым сразиться со злом, тем более в таких огромных масштабах, нужно обладать силой, духовной, огненной силой предков богов. Это и есть сила, которая, сила света в тебе, а также обязательно с покойствием духа, то есть должна присутствовать еще и власть над эмоциональным, инстинктивным, то есть то, что в нас от животного, начало. Ну а вообще, если задуматься, то ведь каждого из нас закаляют здесь, в мире земном, в огне испытаний, то есть проверяют на силу духа в разных ситуациях. Это и есть проигрывание мистерии знака Скорпиона, где рождаются воины света. Это воины не физического плана, а воины духовного, то есть астрального, настоящие магии-чистители, магия-чистители от коллективного зла. Им суждено пройти большие испытания, которые вырабатывают в них силу духа. В основном, это обуздание своих огромных стихийных сил и, конечно, обуздание своих страхов, хождение по краю смерти. Но после этого они становятся бесстрашными, они способны сражаться с коллективными силами зла и очищать негативную карму. То не пыль в поле распыляется, не туманы с моря поднимаются, то с восточной земли, со высоких гор выбегало стадо звериное, что звериное стадо змеиное. Наперед-то бежал лютый скипер-зверь, лютый скипер-зверь, пасть, что в пекло дверь. Как на скипере шурстка медна, а рога и копыта булатные, голова его велика, как гора, руки-ноги столпы втрепхвата, он рогами тучи распарывал и по своду небесному шаркал. Как бежал скипер-зверь, мать-земля колебалась, в море синим вода замутилась, и круты берега зашатались. Как схватил трех сестер лютый скипер-зверь, лелю, живу, марину, в охапочку, и вонзил в них зверь когти острые, унес с собой в царство темное, а затем покорил весь подсолнечный мир. По земле стал без спроса разгуливать. Тут увидел он, как у реченьки, у того белгорючего камешка. Тихо-тихо ребенок похаживает и играет блатную палицей, тяжкой палицей, стопудовую. Рядом с ним жеребенок поскакивает, и отскоков его мать-земля дрожит. Топерун колыбельку оставивший у горючего камня похажива, на свирепого скипера-зверя из-под лобья хмура поглядывал. И сказал тогда лютый скипер-зверь, и подвыла ему нечисть черная, отрекись, перун, от отца своего, поклонись, перун, зверю-скиперу, и борись, перун, против наших врагов, послужи ко царству темному. Отвечал перун, зверю-скиперу, ах, злодей, скипер-зверь, подземный царь, я не буду служить черной нечисти, биться против врагов зверя-скипера, я служу только роду вышнему, ладе-матушке-богородице, и отцу, сварогу небесному. Кто такой скипер-зверь? Скипер-зверь это темная сторона планет, если в астрологической традиции планет, управляющих знаком скорпиона. Это очень мощная темная сила, необузданная, дикая сила страстей. Естественно, перун, в данном случае, олицетворяет светлое начало, светлое начало, опять же, символически связанных планет, которые управляют знаком скорпиона. И из этого я делаю вывод, что, конечно, сварожич перун это один из самых мощных по своей духовной силе богов. Здесь описывается его рождение, и пока что мы читаем о его детстве. И в данной части мифа мы видим, что скипер-зверь, царь подземного царства, чувствуя и видя еще в маленьком перу небольшую духовную силу, а значит, и угрозу для себя, то есть он видит будущего для себя грозного противника, искушает его, пока он еще маленький, призывая стать на темную сторону и сражаться против бога, воспользовавшись его огромными силами. Однако, перун, сварожич, отвечает ему так, как, наверное, и ненаверно, а должно отвечать каждому из нас в подобной ситуации. Осерчал тут злодей лютый скипер-зверь, повелел мукой мучить перуна он. Стали бить перуна, рубить мечом, только лезвия затупились, ничего перуну не сделалось. Повелел тогда лютый скипер-зверь привязать его к камню тяжкому и нести топить в море сенье, но не тонет перун с тяжким камешком, не берет его море сенье, он поверх воды в море плавает, ничего перуну не сделалось. Повелел тогда лютый скипер-зверь закопать его в землю матушку, и тогда слуги верные скипера стали ему рыть яму во земле сырой, сорока сажень глубиной, поперечины двадцать пять сажен, и сажали, сажал тогда лютый скипер-зверь в яму ту молодого перуна, закрывал досками железными, запирал запорами тяжкими, задвигал щитами дубовыми, забивал гвоздями, присыпал песками, засыпал песками, и притаптывал, а притаптывал, приговаривал, не бывать перуну на сырой земле, не видать перуну света белого, света белого, солнца красного. я думаю, я думаю, что в данном отрывке мифа есть астрологическая информация, связанная со знаком скорпиона, которую нам хотели передать в неком зашифрованном виде нашей предки. Когда скипер-зверь разозлился на перуна за то, что тот отказался перейти на темную сторону, то он приказал вначале рубить его мечами, топить в море, однако это не смогло победить перуна. Оружие мечи, потому что именно мечами пытались рубить перуна, связано с планетой Марс, который находится в обители в знаке скорпиона, это один из управителей на равне с Плутоном знака скорпиона. А стихия воды, потому что перуна пытались утопить, это стихия знака скорпиона, потому что знак скорпиона относится к стихии воды. Поэтому такие способы победить перуна не помогли, ибо это сильные стороны Скорпиона. А чем же слаб Скорпион? В этом знаке слабое положение имеют планеты Венера и Луна. Венера это материя, Земля-матушка, а Луна символически связана с детством. А ведь мы только что прочитали, что Перуна, находящегося именно в детском возрасте, закопали в Землю. То есть здесь проигрываются мистерии Луны и Венеры. Мистерия знака Скорпиона говорит нам о том, что змей может победить воина через сильную привязанность к материи, через страхи. И если воин еще дитя. Хотя в данном мифе, конечно, Перун хоть и был дитя, но дал ему достойный отпор. Однако миф предупреждает об этом, что именно детей можно соблазнить. Что значит дитя? Это не в прямом смысле дитя. Это, то есть, если это еще совсем юная, неопытная душа. Да, ее сила в том, что она еще чиста и невинна. Потому что она еще не подвергалась искушениям. И не натворила еще много делов таких, грехов каких-то. Однако для сражения со змеем нужен большой духовный опыт. То есть душа должна быть достаточно зрелая, прошедшая уже через многие испытания и уже достаточно отделившая зерна от плеви. Но читаем, что случилось с Перуном дальше. Триста лет с тех пор миновало, триста лет и еще три года. Спал Перун мертвым сном во земле сырой. И как триста лет миновало, разгулялась непогодушка. Туча грозная поднималась. Из-под той, из-под тучи грозной, с огромными дождями левучими, вылетели птицы могучие. Впереди всех птица рарок, сокол. То был Велес бог, сын Сворожич. То есть, Семаргл огнебог. А за ним стротим сильно крыло. То стребок с ветрами могучими. Следом Сирин, то Сурьяра. Подлетели они к зверю-скиперу. Стали скипера-зверя выспрашивать. Ты скажи, скипер-зверь, где наш брат родной? Где Перун молодой? Разъясни скорей. А ваш брат родной в море плавает. В море плавает сизым селезнем. Не обманывай нас, лютый скипер-зверь. Его палец овон у камешка. И в море синим нет сизых селезней. А ваш брат родной в чистополюшко погулять пошел, поиграть пошел. Не обманывай, лютый скипер-зверь. Никого нет в чистом полюшке. Его конь стоит вон у камешка. А ваш брат родной в небо синее полетел орлом сизой птицею. Не обманывай, лютый скипер-зверь. Не парит орлом в поднебесе он. И ударились птицы грозные в землю матушку. Грудью грянулись. Обратились они, перекинулись в грозных братьев-богов. Рарок во сворожеча вели со сирен в сурью ра сына рода. Остротим в стребога могучего. Все те боги, братья сворожечи, все потомки рода небесного. Как увидел их лютый скипер-зверь, поспешил назад в царство темное. И задумались братья божичи. Видно, нет на земле братца нашего. Как найдем его во земле сырой? Тут сорвался добрый Перунов конь с привязи у камня горючего. Побежал по чистому полюшку. Вслед за ним сворожечи двинулись. Прибежали на яму глубокую. Стал он ржать, плясать, да копытом мять. Те песочки и камешки тяжкие. Видно, здесь лежит братец наш Перун. И сворожечи, братья, скорым скоро раскопали яму глубокую. Им светил бог раз солнце красное. Бог-стребог поднял ветры буйные, разнес пески круто-желтые. Доски сжег, разметал вели с огнебог. И раскрылся тут в подземелье гроб. В том гробу Перун, спящий мертвым сном. И задумались братья божичи. Как же нам пробудить братца милого? Тут Семаргал коню с латогривом, что ему подарил сам бог Пекла Вий, стал на ухо тихо нашептывать. Добрый конь из ямушки выскочил. Поскакал по чистому полюшку. И ложился он на горючий песок. Пролетала тут Гамаюн с молодыми своими детками. И сказала она, посмотрев на коня, «Вы не трогайте, дедушки, в поле коня. Не допыча это, хитрость Велеса». Но не стали слушаться ее птенцы. Полетели они в чистополюшкой. Садились они на того коня. Тут из ямушки Велес выскочил, схватил за крыло птенчика. И явились тут братья божичи. Гамаюна стали отпугивать, не пускать ее к буйную Велесу. Взмолилась птица могучая, «Отпусти птенца, буйный Велес!» «Ты слетай, Гамаюн, к репейским горам, К восточному морю широкому, Как в отех горных краях репейских. На горе на той березани Ты отыщешь колодец сурьей, Что обвид дурманящим хмелем. Принесешь из колодца живой воды, Отпущу я птенца на волю». И привязывали братья божичи Гамаюну под крылья бочки, Чтоб она зачерпнула сурьи. Поднялась Гамаюн к тучам темным, Понеслась быстрее ветра К уральским горам, В светлый ирий. Зачерпнула живой водице На горе на той березани, Принесла ту воду обратно. Прилетела она, сказала, «Вы возьмите живую воду, Отпустите птенца на волю». Отпустил птенца буйный Велес, А Перуна обмыл водою. «Выходи, Перун, на сырую землю, Ты расправь, Перун, плечи сильные, Разомни скорее ноги резвые». Поднялся сын сворога небесного, И увидел он яркий белый свет. Обогрело его солнце красное, Кровь его разошлась по жилам, Размочила дождем левучи Моста сахарные Перуна. Усмехнулся Перун и расправил усы, Золотые усы, жаром пышущие, И тряхнул бородой серебристую, Головой своей златокудрую. И сказал он тогда братьям Божичим, «Как я долго спал по земле сырой! Коль не мы, тогда б век тебе здесь спать!» Отвечали ему братья Божичим. Я думаю, здесь понятно, Каким мертвым сном спал Перун, И кто и разбудил его с помощью живой воды, Что принесла Гамаюн. Скипер-зверь усыпляет воина, Способного его погубить узами материи, То есть засыпает дух воина. Он забывает о своем духовном начале. Однако сыны Бога Сварожичи наблюдают, И в положенный срок они прилетают, Чтоб разбудить своего брата, То есть разбудить в нем голос духа, И вызволить языков материи. Заметим, что не сами Сварожичи Вступают в бой со зверем-скипером. Он ведь их и так боится, Так сказано в мифе, И не вступает с ними в бой, Прячется. Нет, эту задачу должен выполнить именно Перун, Став воином света. Думаю, это нужно было самому Перун, А не Сварожичам. Сварожичам же нужно было разбудить, Пробудить Перуна и вырастить из него воина света. И пробуждают они его с помощью живой воды, Которую приносит Гамаюн. Гамаюн – это вещая птица рода небесного. Вода – это информация. Живая вода Гамаюн – Это некие знания, Сходящие от самого Всевышнего Бога, Который, символически говоря, Испил Перун и проснулся от мертвого сна материи. Он увидел яркий белый свет. То есть, все для него стало ясно и осознанно. Он узрел истину, Божью истину. И узрел своих братьев Сварожичей. То есть, мог уже их видеть и общаться с ними. И они же сообщают Перуну, Что они разбудили его. Обратим внимание на хитрость Велеса относительно птенца Гамаюн. Здесь наши предки еще раз подчеркивают, Что дети, то есть юные души, легко обманываются. Однако в случае с Перуном его обманул зверь Скипер, Что привело к духовной смерти Перуна. А в случае с птенцами Гамаюн, То тут была хитрость Велеса, Которая привела в конечном итоге К духовному спасению Перуна. В общем, есть на чем задуматься. И поднес тут Перуну Велес Сварожич, Рог глубокий с хмельной сурьей, Той, что принесла Гамаюн. Ты испей, Перун, не побрезгуй. Выпивал Перун тот глубокий рог, Как спросил Семаргл, Чуешь силу? Возвратилась мне силушка прежняя. Вновь поднес он Перуну глубокий рог. Ты испей, Перун, не побрезгуй. Как Перун теперь себя чувствуешь? Я теперь чую силу великую, Как бы было кольцо во сырой земле, Повернул бы я всю вселенную. Боги меж собой зашептались. Слишком ногу Перуну позволено, Подарено сил. Он не сможет ходить по сырой земле, Мать земля Перуна не вынесет. Взял тогда тот рог Велес Сварожич, И поднес он Перуну глубокий рог. Допивай, сказал он, напиток. Сколько силы теперь в себе чувствуешь? Стало силы во мне в половиночку. А теперь отправляйся, могучий Перун, Поезжай скорее к зверю-скиперу, Отомси ему за обидушку И за раны свои, за милых сестер. И сверкнула тот час в тучи молния, Раскатился по небу гром. По словам богов, Слишком много Перуну подарено сил. Он не сможет ходить по сырой земле, Мать земля Перуна не вынесет. Понятно, что сражение со скипером-зверем Должно произойти на земле, В мире материи, в мире яви. Сварожичи, напоив Перуна сурьей солнечной, Дают ему инициацию, посвящение, Переводят в иное качество, Чтобы он мог сражаться уже с коллективным злом, Согласно мистерии знака Скорпиона, И согласно судьбе, уготовленной Перуну. Однако огнебок Семаргал, Видимо, слишком много дал огня Перуну для этого. В таком состоянии Перун Не смог бы находиться в физическом теле на земле, Тело просто сгорело бы. Поэтому в третий раз Рог сурьей Перуну подносит Велес, И огненная сила у Перуна убавляется наполовину. Почему же именно Велес воздействует Таким образом на количество огненной силы в Перуне? Я думаю, потому что Велес, Хранитель наших душ, Нашего родового древа, Выступает не только в ипостасе Семаргла, Огнебога, То есть души, Которая в своей эволюции Достигает огненного состояния, Соединяясь с Духом, Но и в апостаси Сына Материи Зимун и Духа. Это первоначальное состояние души, Когда она вступает на путь эволюции. То есть, поднеся Перуну Рог сурьей, В третий раз Велес словно бы придает Перуну Более земные качества, Чтобы он смог находиться в мире Яви, В физическом теле И исполнить свою судьбу, Своё предназначение, Вступить в бой со зверем-скипером И очистить коллективное поле человечества. Таким образом, битва, конечно, Происходит в мире Яви. Но как это всё происходило, Тема следующего мифа. А сейчас я благодарю всех за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok